На ринг выходят сильнейшие команды четырех регионов. Это спортсмены из Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангостаусской областей и города Астаны. Этот турнир является одним из приоритетных проектов Федерации бокса, который проводится для популяризации бокса в регионах и выявления молодых талантливых спортсменов. Мне очень приятно, что именно полуфинал и финал доверили проводить в Южно-Казахстанской области. Потому что это такое большое доверие. Очень популярный кубок, он пользуется авторитетом среди казахстанских болельщиков. И я думаю, что именно в ринге будет победить сильнейший. Первыми в поединках за выход в финал встретились боксеры Мангостаусской области и бойцы из столицы Казахстана. В напряженной борьбе команда Астаны оказалась сильнее своих соперников, а южане одолели боксеров из Алматинской области. Давай, давай, давай! Счет 6-4. И Кубок Казахстанской Федерации бокса. И приз 25 миллионов тенге. Достается Южно-Казахстанской области. Я выступал за свою область, хотел не подвести команду. Много об этом думал перед выходом на ринг. Но я очень рад, что я выиграл. Турнир прошел на высшем уровне. Он получился очень впечатляющим. И вот, наконец-то, боксеры Южного Казахстана выиграли этот кубок. Каждый год им чего-то не хватало. На этот раз их труд и подготовка не прошли даром. И хочу еще добавить, что Южно-Казахстанская область всегда славилась отличными боксерами. Надеюсь, что и нынешние боксеры еще не раз поднимут флаг Казахстана на Олимпийских играх и мировых первенствах. Решающая встреча за главный трофей турнира стала достойным окончанием боксерского сезона. Отметим, что Южно-Казахстанская область до этого три раза пробивалась в полуфинал республиканского турнира. Но завоевать кубок смогли только в этом сезоне.